Поговорим про зависимость. Очень важное правило, правило свободы, то есть нужно научиться определять, признавать и заменять на что-то хорошее свои пищевые зависимости. Какие зависимости у нас на сегодня могут быть от сахара, от алкоголя, от кофе, от чая, от черного и зеленого, там тоже кофеин есть, какао, рафинированная соль. Вот многие из вас наверняка не догадываются, что если вы просто исключите из своего питания соль, вы практически сразу же начнете стройнеть, потому что, как мы говорили, соленый вкус увеличивает капку, и потому что соль сама по себе затрудняет переваривание пищи. Но соль, она как усилитель вкуса, она как усилитель вкуса действует, вы съедаете намного больше, чем вам нужно. Мы соль переедаем, потому что соль, она и в хлебе, и в различных соусах, любая выпечка, которую мы покупаем, там очень много соли. Ну, в принципе, как бы, да, соль, её очень много, если вы питаетесь не домашней пищей, вы потребляете гораздо больше соли, чем нужно. Ну, а соль, она, естественно, как бы, очень плохо влияет на сердце, на почки. Когда вы много натрия, да, соли потребляете, у вас усвоение калия практически на ноль сводится, а калий нужен нам для сердца. Итак, про зависимости, да, то есть что делать? Вообще надо принять, вот вы поняли, что у вас есть зависимость от сахара, например, примите это просто, не пытайтесь с этим бороться прямо вот сразу, просто примите и скажите, да, у меня есть зависимость от сахара, да, я сахарный наркоман, наркоманка, да, просто это примите, а дальше переводите проблему в задачу, то есть наметьте себе план, как вы будете от этой зависимости избавляться, то есть что вы будете делать? Самый мягкий способ – это добавление зелёных коктейлей в пищу. Вы знаете, да, что сахар, хоть белый, хоть тростниковый, ну, потому что тростниковый сейчас часто некачественный, требует большое количество хрома на своё переваривание, и у человека постоянно недостаток хрома образуется. И в то же самое время человек начинает очень сильно тянуть на сахар, и недостаток хрома, он приводит к тому, что у вас страдает нервная система. То есть женщина просто, сидя на сахаре, может стать истеричкой, это честное слово вам скажу, что такое бывает. И когда вы постоянно кушаете сахар, естественно, вы знаете, да, то есть я не буду вам сейчас много рассказывать, вы знаете, что это большой вред для организма. Во-первых, это закисление, даже кушая ощелачивающие продукты, закисление идёт. Во-вторых, белки плохо усваиваются, белки и многие витамины, кальций плохо усваиваются, когда вы кушаете много сахара. А в-третьих, вы просто, ну, действительно, брожение может добавляться, да, газообразование, потому что сахар требует от них ферментов, а остальная пища других ферментов. И когда вы едите пищу, запиваете сладким чаем с сахаром, то всё, как бы это всё сводится на нет. Но также у нас есть зависимость от соли, очень часто, да, от шоколада, да, от алкоголя. И, как я вам сказала, мягкий способ – это добавление зелёных коктейлей, постепенный переход на аюрведическое питание. Когда вы переходите на аюрведическое питание, у вас баланс в организме сводится больше, переходит больше к щелочному. И поэтому, как бы, вас меньше начинает тянуть на вредную пищу. Но это процесс длительный, да, то есть это процесс растянутый во времени. Но это самый мягкий способ, честное слово. То есть зелень, хлорофилл и аюрведическое питание – самый мягкий способ. Другие способы, ненадёжный способ, но, так скажем, тоже мягкий – это замена. То есть когда вы сахар начинаете заменять. Ну, мёд, я бы сказала, это вообще, то есть его нужно даже просто кушать, да, не то, что там заменять сахар. Но мёд спокойно можно добавлять в те же самые напитки, да, когда они остывшие, потому что выше 40 градусов мёд становится токсичным. А, в принципе, в каше, да, если вы кушаете, там, крупы, там, каши, в десерты, в остывшие можно мёд добавлять. Прекрасный сахар заменяет, и просто нужно найти свой вид мёда. Тот, который будет конкретно приятен вам и на вкус. Обычно такой вид мёда, который вам подходит, ну, мягкий какой-то, может быть, липовый, может быть, дойниковый, он не создаёт вот такого желания быстро его запить, да, то есть он приятен во рту, его можно прямо рассасывать. Мёд вообще нужно, и все продукты пчеловодства нужно рассасывать так, чтобы достаточно, как бы, ну, приятно так было, чтобы больше прана вошло, больше витаминов усвоилось. И вы можете заменить на стевию, вот наверху растение стевия, да, нарисовано. Это сироп стевии, очень часто, да, ну, в сиропе его удобнее всего использовать, но труднее всего найти. В основном таблетки стевии продаются, ну, тоже можно их использовать. Это кленовый сироп, марпл сироп такой, обычно американский или французский он продаётся. Стопроцентный кленовый сироп, потрясающе вкусный просто. Можно поливать им творог, да, кашу можно поливать, им очень вкусно получается. Это финиковый сахар, просто потрясающе. Это сушёные финики, перемолотые вот в такой порошок, получается сахар, очень классный. С учётом ещё того, что финики совместимы, в принципе, да, с другими продуктами, потому что финики, ну, у них, как бы, такая финик, изюм и ещё несколько фруктов, они совместимы с другими, их можно добавлять везде, даже вот, ну, в соус, там, базиликовый можно добавить. Это тростниковый сахар, но по тростниковому сахару сразу скажу, что когда я стала употреблять тростниковый сахар, у меня очень сильно нарушилось, то есть, когда я стала много употреблять тростникового сахара, думая, что, ну, как, это же сахар, как бы, тростниковый, он полезный. Мы тогда стали очень много сладостей готовить, выпечку различную, но не забывайте, что сахар сам по себе, он всё-таки продукт капхообразующий, даже если он тростниковый, он всё равно сладкий, тяжёлый, да, охлаждающий продукт, и поэтому, естественно, как бы, когда вы даже тростникового начнёте много употреблять, у меня произошёл сбой гормональной системы, то есть, у меня так сильно был такой сильный сбой, что я потом долго-долго отучала себя от сахара, использовала все вот эти методы, в итоге мне помог только жёсткий метод, про который я скажу, но имейте в виду, что многие вегетарианцы злоупотребляют этим сахаром. Ну, у женщин сбой гормональной системы выражается в том, что снижается работа надпочечников, да, и щитовидной железы, то есть, может эстрогенизм идти, то есть, много эстрогена, сразу кожа страдает, да, лишний вес появляется, раздражительность появляется, да, появляется, лимфа может страдать, да, то есть, лимфа засоряется. И что ещё, то есть, как мы можем увидеть, мы тут девочки, в принципе, да, можем об этом говорить, это ПМС, то есть, становится очень яркий ПМС, то есть, это раздражение, это боли, грудь может болеть, да, то есть, как только я сахар убрала, и ещё я убрала молочные продукты в большом количестве, я сильно много их кушала, у меня сразу всё нормализовалось. Дело в том, что для гормональной системы, на самом деле, даже важно не сахар, а животные белки, то есть, если вы переедаете животного белка, молока, сыра, особенно твёрдого сыра, да, потому что он очень жирный, и животных продуктов, курица, например, да, то есть, жирная курица особенно, потому что куриц гормонами кормит. Вот, ну, я бы, ну, на самом деле, только рыбу бы употребляла, если бы была не вегетарианкой, то есть, рыбу, притом нежирную. Если же яйца, да, то есть, тоже могут, гормональная система может страдать, потому что я, как уже говорила, куриц кормят гормонами. И даже просто, когда вот вы переходите на растительное питание, вот на месяц перешли на растительное питание, вообще даже молочное убрали, масло ги практически убрали, да, то есть, чуть-чуть только там оставили, чтобы там специи поджарить или сыр, и, ну, сыр, да, можно убрать тоже, то есть, заменить его тофу и соевыми продуктами. ПМС сразу практически исчезает. И из заменителей сахара еще есть рисовый сироп, и чменный солод, сироп топинамбура, виноградный сахар. Вот, я вам обещала про жесткие механики рассказать. Очень не хотелось мне про это рассказывать, но все равно, если уже сильная зависимость, очень-очень сильная, самый действенный и самый жесткий метод, избавляющий от зависимости, это голодание. Голодание, причем, про голодание мы сейчас с вами будем еще говорить, но важно понимать, что при голодании идет очищение очень мощного организма. Такие книги вам рекомендую. Марва Аганян «Золотые рецепты натуропатии» и полибрек, чудо голодания. Чтобы понять вообще, что происходит на голодании, как правильно это делать, на голодании происходит аутолиз, то есть когда нехватка питания идет, организм начинает потреблять клетки больные, самые-самые токсины начинает потреблять, то есть он начинает просто перерабатывать все, что у вас накопилось. Поэтому, конечно, на голодании очень классно, суперски, просто можно за несколько дней, трех- или пятидневное голодание, можно легко скинуть полтора, два, три килограмма, то есть даже не замечая это практически. Но нужно правильно это делать, я еще расскажу про это, потому что у меня опыт есть. После голодания настолько все становится вкусным, морковка, сырая даже, сырая свекла, капуста, что вас просто даже не тянет на эти пирожные, на эти булочки. И еще такой момент, что когда вы голодаете, то есть на самом деле голод только первые дни есть, потом голода нет, организм начинает чиститься, язык обкладывает там всякими творожистыми выделениями такими, то есть это часто бывает такое, или там налет появляется, это чистка идет организма. И потом, ну, вы действительно очень жалко, не хочется, что, не хочется вот на самом деле потом кушать вот эти все пирожные, да, то есть сахар, во-первых, не тянет, а во-вторых, ты просто понимаешь, что ты, ну, пережил такое, там, ты голодал, да, ты все равно себе отказывал во многом, и сейчас опять все заново начнется. Да, очень много есть, так скажем, противников голодания. Я тоже считаю, что если уже человек болен, да, если есть болезни, то голодание, конечно, действенно, но нужно очень аккуратно, особенно если есть проблемы, язва там поджелудочная, желчный там, да, сбоит. То есть лучше сначала просто посидеть на вегетарианском питании несколько месяцев, да, на растительном, и потом уже попробовать поголодать, потому что иначе чистка пойдет очень сильная. Я просто, ну, читаю в интернете люди, когда вот просто вот переходят с мяса на голодание, на длительное, у них очень страшные чистки бывают просто, то есть там плохо, бывают температура, боли, там, ну, такое. Честно скажу, на вегетарианстве вот две недели я голодала, практически ничего такого нет. Наоборот даже, девочки, когда я голодала, я не знаю, как насчет мышц, через каждый день я давала себе нагрузку физическую, как Поль Брека рекомендует, и через день я ходила на лыжах 4 километра, на беговых лыжах, представляете, да, то есть, ну, у меня наоборот был выброс энергии очень сильный. Но это потому, что организм не сильно засоренный, да, то есть мне просто надо было. И жир, естественно, жир потребляется, насчет мышц я не знаю, но жир потребляется, потому что жира не поступает в организм, вода поступает, процесс все равно идет в выделение энергии. И первое, что уходит, это жировые отложения и засорение лимфы. Вот, поэтому я рекомендую попробовать просто один день поголодать, на икады же особенно, да, то есть 11 и 26 лунные сутки, они очень улучшают судьбу, если вы голодаете в эти дни. Поэтому, ну, вот этот способ, он хоть и жесткий, но он очень эффективный. Вы пьете воду до 3 литров в день, вы пьете травы, травяные чаи, травяной сбор, там я вам написала, да, то есть какой в конспекте этого семинара. И также вы для сердца даете питание. Заваривайте шиповник, заваривайте сухофрукты, всякие разные, чернослив, курага для сердца очень хорошо, финики, изюм. Заваривайте просто водой, и чтобы было сладко, еще корица добавляйте. Корица очень хорошо для сосудов, да, очень хорошо для сердечной мышцы. Можно добавлять специи, такие, которые сердце укрепляют. Имбирь можно добавлять, можно добавлять кардамон зеленый, он даже похож на сердце. И когда вам, вы чувствуете, да, что тяжесть какая-то вот, ну, тяжело, например, то сразу пьете вот такой компот. Компот настаивается, где-то час-два в термосе, становится очень классно. Сухофрукты можно отдать тем, кто не голодающий в вашем доме, да, то есть чтобы они их съели, они очень вкусные. Вот, можно заливать не кипятком, а просто очень-очень горячей водой. Ну, главное, чтобы в термосе настоялось, чтобы вот, ну, вот этот компотик, он был поддержкой для сердца. Также хорошо, вот как по Марве Агонян, мед употребляет, да, и лимон, но ярким питом с воспалительными заболеваниями очень ограничено можно мед и лимон. Не так, как Марва пишет, да, что там много прямо в день, там, один или два лимона, там, да, и меда много. Я объясню, почему я делала на жидком питании голодание, то есть нечисто, потому что мне не надо было сильные чистки делать организмом, мне просто вес надо было, да, снизить. Когда нужна прямо вот сильная чистка, когда очень сильные заболевания, голодание можно делать чисто, но нужно делать это под присмотром врача. То есть сейчас очень много всяких голодают по Неумывакину, по Николаеву, по Полюбрегу, то есть есть прямо в санаториях, да, то есть делают, но они вас будут наблюдать, они вам будут процедуры делать, всякие водные, массажи будут делать, потому что на голодание очень важно убрать страх. Я вам еще написала в конспекте, Полюбрег рекомендовал, какие слова позитивные произносить на голодание, это очень здорово, и я просто рекомендую обязательно попробовать голодание хотя бы один день в месяц, ну, чтобы посмотреть, что это такое. За один день у вас ни тахикардии, ничего страшного не произойдет, но обязательно пейте воду, то есть много воды. И, ну, на самом деле, вот я, когда две недели голодала, я планировала всего семь дней поголодать. Это еще очень сильно во время поста, например, да, это очень сильно улучшает судьбу, потому что вы как бы прорабатываете все планеты, которые действуют с понедельника по воскресенье, и, ну, я использую голодание еще часто, когда вот чувствую, что какая-то проблема у меня есть в жизни, да, и ум у меня сильно как бы гневается, да, то есть какое-то есть проявление питы, я начинаю голодать, становлюсь очень спокойной, и все проблемы разрешают. И голодала я на жидком, я вам не договорила, потому что я работала еще, то есть когда вы голодаете, обязательно возьмите отпуск, отгул, выходной, или делайте это в выходной. Но если у вас семья, как бы, да, и вам приходится готовить, в выходной день это сложно сделать. А вот в будние дни можно договориться с семьей, чтобы они поели вне дома, например, и поголодать в этот день. То есть этот способ очень быстро от сладкого отучает, но особенно когда голодание там 3-7 дней, да, то есть такое уже достаточно приличное. Главное ничего не бояться, да, то есть не бояться доверять природе, что природа в нас заложила этот способ, чтобы мы могли вот таким способом почиститься. То есть вот такие способы избавления от зависимости. Согласитесь, что я вам дала способы разные, да, то есть и жесткие, и мягкие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!